Друзья, рекомендую подписаться на канал Макса. Он снимает видео о питании, влоге, тренировке. Посмотрев хотя бы одно видео, вы поймёте, что это не фигня, это нечто крутое. Ссылка в описании. Тренировки до дня в день, из года в год, и ты получаешь своё. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем снимать вам упражнения на бицепс. Слава вам покажет, как делать подросткам упражнения на бицепс и какие упражнения. Я покажу, какие упражнения делать взрослым людям, у которых уже мощные битки. На самом деле, всем людям. И мощные битки, и немощные битки. Все смогут это делать, ребят. Поэтому в конце мы скажем отличия. Даже не в конце, я думаю, а по порядку будем говорить отличия. Почему подростку нужно делать такие упражнения, почему взрослому такие. Ну, короче, чё болтать? Погнали! Итак, друзья, что вам сначала нужно знать? Нужно знать сначала, что у бицепса есть два пучка. Левый и правый. Они идут вот так. Оп! Сверху вниз. У Славы мы можем это видеть очень отчётливо. У него аж прям выделяются. Если он подсушится, у него прям вот так будет разрез. Итак, друзья, сейчас Слава подтягивается широким хватом. Этот хват прокачивает больше внутреннюю часть бицепса. Вот эту. Теперь переходим к среднему хвату. Средний хват прокачивают левую и правую головку бицепса. То есть примерно равномерно. Переходим к узкому хвату. Узкий хват прокачивает больше внешнюю часть головки. То есть вот эту, которая находится здесь. Как известно, нужно качать и ту, и ту, чтобы они были равномерные и был красивый бицепс. Это значит, что если вы хотите иметь полноценный равнобедренный бицепс, то вам нужно качать левую и правую головку. И все упражнения, которые Слава сейчас показал на турнике, если вы подросток, вам нужно обязательно выполнять. Итак, друзья, есть ещё два хвата, я бы сказал. Это разнохват левой и правой рукой. Сейчас Слава делает одной рукой. Это прокачивает больше брахиалис, который находится вот здесь. Он разделяет наши бицепсы-трицепс и также прокачивает внешнюю часть головки бицепса. Следующей рукой также на левую руку прокачивает также внешнюю часть, брахиалис. Естественно, это делает вашу руку более такой рельефной и красивой. Так, ребят, до 17 лет турник – это ваш лучший друг. Вы не можете выполнять тренировки с какими-то весами, там, со штангой, с гантелями. Это вас попросту со временем угробит. Вот, поэтому выполнять всегда на турнике – это лучшая будет нагрузка для подростка. Потому что если вы будете заниматься с большими весами, со штангой, например, то мало того, что вы испортите свой позвоночник, у вас будет сколиоз, либо там ещё что-то, вы ещё замедлите свой рост. Если вы хотите быть маленьким и коренастым таким, тогда, пожалуйста, работайте с весами. Также использование тяжёлых весов будет быстро изнашивать ваши все суставы и запястья будут не к чёрту. Короче, у подростков не сформировавшийся организм, суставы, кости ещё слабенькие, не хватает достаточно белка, минералов в костях, организм ещё развивается, и поэтому нельзя нарушать его функционал. Поэтому занимайтесь на турничке – лучшая штука для вас. Итак, друзья, теперь переходим к тренировке бицепса для взрослых. Покажу, как можно работать со штангой, с весом, потому что для взрослого можно работать с весом, у них сформировался организм, костяк сформировался, и всё чётко, поэтому погнали. Итак, начинаем мы с широкого хвата. Широкий хват прокачивает больше внутреннюю часть бицепса. Дальше у нас идёт средний хват. Средний хват примерно в равной степени прокачивает оба отдела, а узкий же хват, он больше прокачивает наружнюю часть бицепса. Также не забывайте выполнять всегда правильную технику, что на турнике, что с весами, потому что без правильной техники даже у подготовленного человека, даже у взрослого может произойти какая-либо травма. Итак, друзья, если вы не можете подтягиваться, например, на перекладине, то если вы подросток, то вы можете брать 1-2 килограмма веса и укреплять свои бицепсы, потому что если вы их не укрепите, вы не сможете подтягиваться на турнике. Ну и также параллельно пытайтесь подтягиваться негативные там хват... Негативные подтягивания, подтягивания с помощью подставки и так далее. Итак, друзья, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что многие подростки делают ошибки. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео, и пишите в комментариях, какое видео вы хотите увидеть ещё. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok